Приветствую вас, и справедливости ради нужно сказать, что отношения разрушить вы всегда успеете. Всегда успеете уйти от молодого человека, если, конечно же, у вас нету зависимости от него. И с этим не нужно спешить, потому что разрушить отношения легко, и можно разрушить их по недопониманию, по недостаточной оценке того, что происходит. В общем, не спешите. По крайней мере, постарайтесь не спешить. Думаю, что уйти от молодого человека вы всегда можете и всегда в силах. Давайте лучше попробуем с вами подумать вот над чем. Мужчина достаточно откровенно выразил вам свои намерения. Намерения это были однозначные. Он сказал, что хочет снова жениться. И если этот человек не бросает слова на ветер, а я думаю, вы как никто другой знаете, так это или нет, то нужно подумать, во-первых, что могло человеку помешать в его намерениях. То есть оценить, не произошло ли в жизни мужчины какая-то ситуация, некоторые негативные обстоятельства, которые могли бы помешать ему реализовать все свои планы, относительно вас. И если при подобном анализе вы увидите, что у человека действительно есть определенные проблемы, то в этой ситуации лучше все-таки не спешить, дать ему возможность свои проблемы благополучно решить, поддержать его в этих проблемах, пока они будут, потому что вечно они не будут добровольны от молодого человека. А потом, после того, как уже проблемная ситуация себя исчерпает, вот после этого уже и смотреть, сделает вам мужчина предложение или нет. Если проблемных ситуаций, если препятствий уже нет никаких, а мужчина все равно не делает вам предложение, значит, да, есть большая вероятность, что он перерюмал. Но и в этом случае не нужно спешить. Опять-таки, чтобы на 100% снизить вероятность того, что вы неправильно что-то поняли, неправильно что-то осознали и разрушили отношения искренние, да, чтобы исключить данный факт, спросите лучше мужчину прямо о его планах. В этом нет ничего плохого, нет ничего дозорного, нет ничего неприличного или негативного. Мужчина сказал, и вы, естественно, надеетесь. Как человек, который несет ответственность за свои слова, я недаром об этом говорил, что важно, чтобы мужчина все-таки отвечал за свои слова, потому что если этого нет, то, соответственно, доверять такому человеку нельзя. Так вот, если мужчина за свои слова отвечает, то тогда он распримет ваши слова, вашу реакцию, ваш вопрос соответствующим образом, правильным образом, и вам все объяснит. Практически, если человек хочет жениться, по крайней мере, если человек хотел на вас жениться, он вам об этом сказал. И это было справедливо. Но если он вдруг перехотел жениться, то он также мог бы вам об этом сказать. И, возможно, скорее всего, между вами возникло определенное недопонимание. Вот и все. Если после вашего вопроса это момент ключевой, то есть ключевой момент, когда вы задаете вопрос по данному плану, то есть обрисовываете для человека, по сути, сферу вашего беспокойства, то здесь важно, чтобы вы максимально прислушивались к себе. Потому что если вы, вот, смотрите, молодой человек вам что-то говорит, вы понимаете, что он вроде бы говорит все правильно, но при этом вы ему не верите, у вас нет доверия, да, к этому человеку, вы не воспринимаете его слова как что-то серьезное, как что-то правильное, или те обстоятельства, которые помещали ему реализовать такое важное мероприятие, да, помещали реализовать такое важное желание, так те обстоятельства, которые помещали ему все это сделать, не показались вам уважительными, И вы чувствуете, что мужчина просто пытается вас заговорить, отвлечь и так далее То, конечно, отношения с таким человеком себя явно исчерпали Но просто для того, чтобы убедиться в этом Просто для того, чтобы знать наверняка, как обстоят дела Как выглядит ситуация, чтобы не ошибиться и потом не жалеть Вам нужно это создать Вам нужно через эту ситуацию пройти И если на выходе оказывается, что вы почувствуете некоторую опустошенность Почувствуете разочарование Не убедить вас, мужчина, в том, почему он так и не сделал вам предложение Это значит, что вам дальше не попутит Неприятно, больно, но все поделать А вот если во негде такая ситуация, что все так Все так Вы увидите, что ему достаточно серьезные обстоятельства помешали Сделать вам предложение Ну и что ж Тогда, если вы действительно искренне прониклись в его позиции Если вы приняли его позицию Тогда отношения не черпали Вам остается только лишь принять его Поддержать его И ждать, когда он разрешит у вас свои проблемы И тогда он обязательно сделает вам предложение Также, отдельно, немножечко хочется сказать Что внимание заслушивает еще и то Как мужчина относится к вам вообще То есть, вот допустим Когда он делал вам предложение Он относился к вам, ну, определенным образом Скажем так Теперь, когда вы говорите, что предложение он вам так и не сделал Изменилось ли его отношение Если да И в худшую сторону То, конечно же, вероятность того, что отношения С себя и исчерпали гораздо больше Но это обстоятельство Данное обстоятельство Оно, как бы, призвано Не дать вам предварительный, более ранний ответ на вопрос Который вы задаете А эта ситуация призвана Подготовить вас к возможному варианту К возможным последствиям данных ситуаций Возможно, в этом случае вам будет просто немножечко легче Пережить Так как вы будете уже готовы к тому, что Молодой человек Не так сильно хочет с вами быть И вы легче Переживете его вот это вот изменение в отношении На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего доброго